Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Я сегодня вернулась к прошлому приветствию, очень короткому. Хочу предоставить вам, может быть, слово с кратким обзором для наших телезрителей, кто, возможно, только что к нам присоединился. О чем мы здесь разговариваем, по каким душам? По каким душам? Ну, все из собственного материала получается. Говорим о тех обсуждаем те вопросы, которые интересны нам и нашим телезрителям. Всегда с радостью ждем ваших звонков. И по-прежнему я не устаю это повторять, может быть, потому что профессия моя такая, ну и потому что это мне действительно интересно, я не устаю повторять, что вопросы, которые касаются психики, отношений, психологии в широком смысле, взаимодействии, коммуникации, они не перестают быть важными, встречаются на каждом шагу. Вопросы эти безрецептурные обычно, в том смысле, что единый рецепт на все случаи жизни или даже на часть случаев жизни очень сложно добыть. Психотерапия, психология часто получает критику со стороны естественных наук, со стороны точных наук, технических еще каких-то, что невозможно описать какую-то цепочку, прийти к одному и тому же выводу с разными людьми по одной и той же цепочке. В общем, в этом сложность. И каждый раз мы эту психотерапию в практическом смысле, в смысле применения, в смысле отдельного случая, мы ее изобретаем вместе с человеком. Конечно, у нас есть какие-то основания, вот не вот с нуля что-то делается. Ну, на мой взгляд, обычно какие-то усилия, размышления приводят к интересным результатам. Вот так, если в своей манере немножко, да, я расскажу, чем мы здесь занимаемся. Я хочу напомнить нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, присоединяйтесь к разговору, к нашей теме, которую мы здесь обсуждаем с Алексеем, или предлагайте какую-то свою, совершенно, может быть, даже не относящуюся к нашему текущему разговору. Мы готовы побеседовать с вами. Я бы еще вот так дополнил, что разговор о психике в каком-то смысле, или о процессах, которые касаются человека, да, это разговор о некой, о том, чем наполнена жизнь людей, и чем они ее наполняют, и как они ее наполняют. Это скорее, наверное, даже о процессе, то есть, что люди делают, как люди что-то делают, как они это воспринимают, чем о конечном результате. Вот, там, у меня вот так получилось. Ну, хорошо, поделись, как ты это делал. Но если снежок слепить можно, примерно таким же способом, то какие-то другие вещи, касающиеся семьи, касающиеся воспитания, очень сложно построить. Ну, то есть, это та же самая идея, обезрецептурности, скажем так. Перейдем к теме, которую вы предложили сегодня обсудить. Ну, до эфира мы как-то обговорили с вами. Мне показалась тема очень интересная, сложная, о которой стоит поговорить. Тема взялась, как это обычно бывает, из практики. То есть, я каждую неделю работаю в центре, каждую неделю общаюсь с коллегами, так или иначе. У меня некоторый срез проблем, с которыми приходят люди, имеется. И вот так, не знаю, совпало одно к другому, что в последние несколько дней в центр, в медицинский центр София в наш пришло несколько людей разного возраста, женщины, девушки с вопросами веса. Ну, в данном случае с вопросами недостатка веса, скажем так. Потому что у веса вроде бы есть, говорю вроде бы, потому что всегда есть разные взгляды. Ну, скажем так, у веса есть две проблемные стороны, как их люди подают. Избыток веса и недостаток веса. В общем, вот эти телесные истории, вес всегда же связан с телом, так или иначе, да. Тело изменяет формы, оно становится либо большим, либо несоразмерно большим, каким-то ожиданием, представлением, да. Либо оно становится маленьким, худеньким, истощенным. В общем, это такая проблема, если мы говорим об истощении, о нехватке веса. Я намеренно буду сегодня избегать каких-то психиатрических терминов, ну, типа нервной анорексии. Хотя это один из самых частых диагнозов. Причем, этот, эта нехватка веса, опять же, я сейчас немножко проговорю и оставлю за кадром историю, что нехватка веса может быть в рамках разных психических расстройств. От сильно, от полюса, где люди сильно нарушены, да, от психотического такого спектра, с серьезными заболеваниями, или там с традиционно сложными заболеваниями, да. А на другом полюсе эта самая нервная анорексия будет стоять на первом плане и подпираться какими-то психологическими сложностями человека. То есть это практически здоровый человек, да, реагирующий таким образом. Попутный вопрос задам. Вот нехватка веса, мы тоже буду стараться избегать слова анорексии, буду говорить нехватка веса. Если избыточный вес, ну, люди там идут в спортзал там сначала, да, пытаются, кто-то идет к психологу, но не всегда попадают к психиатру эти люди. А вот с нехваткой веса, это чаще всего, наверное, все-таки как раз область работы психиатра, психотерапевта. Все зависит от количества нехватки. Все зависит, во-первых, от того, какова эта нехватка, и от того, чем эта нехватка сопровождается. Врачи, там, психиатры очень четко реагируют на процент снижения веса, на скорость снижения веса, ну, условно, там, за три месяца на столько-то килограммов. Ну, то есть индекс массы тела как-то рассчитывает, да? И также врачи очень быстро реагируют на изменения физиологических функций. Ну, например, если мы говорим о женщинах, то, или о девушках, то об исчезновении месячных, да, то есть это уже пример того, признак, или нарушение сна. То есть нехватка сопровождается в данном случае не только тем, что мы видим изменившиеся пропорции тела, но мы еще и видим, что тело начинает физиологически страдать в своих, ну, регулярных ритмах, да? Вот. И тогда они, да, попадают, или должны, по крайней мере, попадать в поле зрения врачей-психиатров. Тема большая, объемная. Мы сегодня вот за то небольшое количество минут, которые у нас есть на время программы, о чем поговорим? Я предлагаю вырулить в сторону традиционную для наших с вами разговоров. Это сторона отношений и взаимодействий с другими людьми. И в вопросах нехватки веса эта сторона очень часто маскируется. Каким образом часто вот такое решение сознательное или полусознательное, если мы говорим о решении, если мы не говорим, я, как сказал, большую психиатрию оставим за кадром, да? Если такое решение принимается, то оно очень часто принимается в связи с намерением изменить собственную привлекательность, если мы говорим про женщин. То есть, чаще всего этот механизм запускается после определенных событий каких-то, значимых для человека, эмоциональных. Да, и это события вписаны, вплетены в отношения мужчин и женщин, или девушек и парней. Дочерей и отцов. Ну, может быть, да. Какой-то половой такой или межполовой фактор здесь имеет значение. По крайней мере, когда историю того, как развивалось это нарушение, собираешь, то там так или иначе будет звучать вот этот момент. Тут тоже нужно оговориться, что все зависит, или многое зависит от того, кто слушает человека с нехваткой веса. Если это будет слушать психиатр, он может быть эту фразу, ну, кто кому не говорит, что ты не очень хорошо выглядишь, или что-то ты располнила, или располнила, говорит папа своей дочери, или муж своей жене, или молодые люди, которые встретились, и он ей, там, приобняв, ну, в какой-то момент говорит, ух ты моя пухленькая, или что-то такое, да. Он, может быть, даже говорит, ну, в игривой такой манере. Девушка, еще раз подчеркну, чаще это вопрос, все-таки, касающийся девушек. Почему я отдельно на этих причинах не буду останавливаться. Девушка слышит свое и принимает решение. У нас звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый. Меня зовут Екатерина. Я хотела присоединиться к разговору по поводу вот нехватки веса, что, ну, вот еще спортсмены могут страдать. Угу. Нехватка веса по определенным причинам. Ну, то есть, как бы делать это даже целенаправленно. Ну, как бы я с этим столкнулась, тоже хотелось поделиться. Ой, слышим еще одного участника нашего разговора. Екатерина, целенаправленно есть, ну, что об этом можно сказать? А где граница? Потому что спорт, ну, я представляю, это разные могут быть виды спорта, где нужно снизить там вес, нужно снизить объем, да, это какие-то командные. Ну, гимнастика, как правило. Парные виды, парные виды. И я думаю, что это и тяжелая атлетика, да, вот они выходят, или там какие-то, ну, бойцовские такие виды, да, когда они сушатся, когда они уменьшают эти размеры. Ну, им нужно, я... Ну, мы сейчас про девочек говорим, в общем. Хорошо, да, но спорт касается всех, да. Раз Екатерина принесла нам спорт. Мне кажется, что это очень, так, более глобальный момент, потому что часто еще, ну, вот я вот сполкнулась с этим, с этой проблемой, но не зная вот суть, это, как бы, мне кажется, более такая серьезная тема, потому что девочки говорят, убирай вес, тебе должна весить столько-то, но, то есть, а знаний не хватает. Чтобы это сделать, и делается это очень плохо, и здоровье страдает, и потом очень... То есть, девочка, который тренер, например, сказал, тебе нужно решить вопросы со своим лишним весом, что она перестает есть, как это обычно? Ну, если... Ну, существует, да. Ну, вот разные есть типы, наверное, людей, ну, есть, которые, как бы, говорят, что решают проблемы с весом, на самом деле кушают, ну, просто неправильно, или скрывают это. А есть, которые, как бы, ну, вот я столкнулась с таким моментом, что, ну, я вот, ну, как бы, если даже ела, я чувствовала очень большое чувство вины от того, что меня покушала. А у вас спортивный опыт есть? Была нехватка и энергии, и в то же время, ну, это какой-то замкнутый круг для меня был. Вот сейчас это я прям, ну, просто человеком понимаю, что это очень неправильно, и что, если вот, как бы, нужно сбрасывать вес, ну, то есть, там нужно все рассказывать, и чтобы это было подконтрольно. А кто это должен делать, Екатерина? Ну, тренер, ну, тренер, диетолог, вы сейчас тоже взрослые, родители. Рядом кто взрослых? Я, наверное, да. Да, хотя бы, да, за ответственность. Наверное, ой. Ну, хотя родителям сложно тоже в этой ситуации, мне, ну, как бы, не хочется и своих родителей винить, потому что были большие споры о том, что, ну, и на кушать, а очень много было истерик о том, что, ну, нельзя в ней ездить. Ну, это страшно. Ну, как бы, ну, как, ну, сложно для меня сейчас. Я сейчас начала об этом говорить, поняла, что это сложно. Екатерина, а может быть, у вас какой-то вопрос есть, ну, вместе с историей, вот, в нашу копилку, в нашу тему обсуждений с Еленой, может быть, какой-то вопрос, который мы пока еще не задали, или который стоит озвучить, вот, связанный с сниженным весом. Мне очень важно, что вы пришли и сказали, что кроме отношений, о которых мы начали говорить, да, парень, девушка, есть еще тема вот спорта, где тоже этот момент важен. Может быть, вот какой-то вопрос, не знаю, объединяющий эти темы, или, может быть, какой-то, да. Ну, будучи этой девочкой, которая вырастает, наверное, она потом так же реагирует на все эти вещи. То есть у меня сразу отложился определенный отпечаток едой, и вопросы, и то, как выглядит. Была такая ситуация тоже, как раз в том отношении, ну, молодых людей, ну, как-то, когда я уже закончила спорт, и пошел у меня рост физиологический, то есть, когда вот начался резкий прирост объемов, ну, то есть, развития. И все меня помнят очень худенькая, а тут как-то вот, ну, такое вот для меня это было, когда вот мальчишки даже подходили, говорили, что им обрадовались, ну, как-то так вот. Ну, для них это, может, незначительно было, но для меня это казалось, что я была очень толстая, и я старалась не побороться. Худеть, бегать, взрываться, ну, то есть, как-то пока у меня это все нормализовалось, потом очень долго нужно было и в том числе и терапии проходить, чтобы нормализовать свой вес и чувствовать себя при этом комфортно. То есть, там набрать тоже вес были сложные. Спасибо за то, что вы говорите. У меня вот вопрос возник, он может быть, ну, с другой стороны, в тему. Спорт, на ваш взгляд, ну, как много там вопросов отношений? Или там нет вопросов отношений, там больше вопросов? Много взаимоотношений. Или это все-таки, ну, нужно делать отношения где-то там на втором-третьем плане? Я почему еще спрашиваю? Мы периодически с коллегами общаемся, и вот я знаю, что, например, в Самаре, может быть, что-то изменилось, и меня коллеги поправят, не очень много психологов, которые занимаются именно спортивной стороной. То есть, не просто спортом достижений, но чтобы подготовить там кого-то, да, спортсмена к высоким результатам, но и чтобы как-то, может быть, исследовать или говорить о тех отношениях, которые там в команде складываются, которые складываются между тренером и спортсменом, между, ну, вот, как много. К сожалению, сейчас это очень, так сказать, ну, мало специалистов. Если это против уровень сборной, то, конечно, сейчас это, ну, вышло уже на определенный уровень, здесь там есть помощь уже, или какие-то более большие города. Если это берем провинции, то это, конечно, очень... Уровень сборной города, области, России, какой уровень? Наверное, России, ну, смотря, наверное, еще какой вид спорта, если он более отбачиваемый, тогда, наверное, привлекаются в садистов. Ну, большинство, насколько я знаю, справляются своими силами. То есть, тренер – это и мама, и папа, и психолог, и... И психолог, и папа, и мама, и тренер, да? – Екатерина, у меня тоже вопрос. Ну, на мой взгляд, вы такой важный момент озвучили, что у вас в детстве было чувство вины, когда вы ели. А сейчас вот во взрослом своем положении бывает, что вот нет-нет, да возникает тоже чувство вины, когда вы, ну, что-то кушаете, может быть, не знаю, в вашем понимании запрещенку какую-то. Бывают сложности, и у меня возникает, если мне нужно что-то себя по каким-то причинам ограничить, у меня как бы-то внутренний процесс, и, ну, как-то с тобой очень сложно договариваться. То есть, это, ну, как-то, ну, очень дискомфортно для меня. – Спасибо. – Спасибо за звонок и за новую какую-то такую тему, про которую вот мы не озвучили, да? Мы больше про семью, а вот, ну, действительно, тоже большой пласт в обществе спорта и взаимоотношений в спорте. – Я думаю, что мы много не озвучили, и я подозреваю, если покопаться, то, наверное, и найду, что где-то есть профессии, где важно. – Ну, профессии, да, модельный бизнес. – Ну, например, да. – Вот. – Кстати, вот как раз же, да, мировое сообщество уже было взволновано в определенный момент, когда все модели были очень худыми, и как раз вот девочки по аналогии с ними пытались тоже соответствовать нормам красоты, и потом модельеры приняли решение изменить стандарты. – Чтобы наш с вами разговор, Елена, не расползся, а он… – Да, он расползается, да. – Ну, с другой стороны, он расползся, и никуда ты этого не денешься, он расползся по формальному признаку, да? – Ну, мы в следующей программе тоже продолжим разговор об этом. – Я хотел вот что сказать, ну, может быть, о каком-то, для меня, по крайней мере, важном моменте, что, ну, первое, тело самого человека становится территорией достижений, выяснения отношений и еще чего-то. То есть не станок какой-то, да, который готовит деталь, не пространство между людьми, в котором нужно, ну, там, что-то создавать, да, разговор какой-то создавать, новые смыслы. Это не мольберт, это не, не знаю, стол, где хирург делает операцию. Само тело становится включенным в производство чего-то, медалей, красоты, еще, да, и с телом нужно произвести какое-то, какое-то изменение, каким-то образом его изменить. Ну, формально это звучит так, уменьшить, да, но ведь в связи с этим похуданием, к этому похуданию прилагаются определенные смыслы. То есть смыслы не просто же нужно похудеть, а похудеть и быть привлекательным, да, например, или похудеть и не подвести команду, если мы говорим о каких-то видах спорта, да, или, там, похудеть и стать легче для того, чтобы, там, в какую-то другую весовую категорию перейти, и так далее, и так далее, да. Похудеть, и чтобы тебя не, не знаю, не выгнали из какого-то, значит, дела, бизнеса, где нужен определенный вид. Так или иначе, везде мы сталкиваемся с этим вопросом. То есть это первое, то, о чем я хотел сказать. Здесь включено тело, а тело, оно, ну, или организм, оно своим способом общается, если можно так сказать, взаимодействует, да, физиологическими какими-то моментами, болями, ощущениями, и, например, наши пациенты с этим сталкиваются, с определенными ощущениями, да, сталкиваются с определенными чувствами. Если мы говорим все-таки о романтической теме, то одна из последних фраз, которую вот я вынес, и она часто произносится, да, я переживала, и поэтому я стала отказываться от еды, да. И я к чему веду? Я веду ко второму, но, может быть, важному пункту о том, что за вот этим изменением веса, и вот этот изменившийся вес становится, ну, в фокусе внимания. Ну, допустим, у родителей худеет ребенок, да, и, конечно, они начинают считать килограммы и так далее, да, или там девушка, женщина худеет, она начинает считать, кто-то там обращает внимание, вот. А за этим, за всем, за этими килограммами прячутся, очень часто прячутся переживания, и Екатерина сейчас смогла о них сказать, да, там чувство вины, чувство стыда, чувство злости, может быть, если эта романтическая история не увенчалась успехом, ну, скажем так, да, если девушка не была принята, ей сказали, что она не так хорошо выглядит. И вот этот разговор о весе, он получается обычно более продуктивным, я так скажу, когда специалисты, его, там, клиент или пациент начинает говорить о чувствах, и когда сам человек понимает, что и о чувствах бы тоже надо говорить, и о своем понимании того, а что это значит, зачем мне это нужно, то есть, к чему я это все ввел, и я хочу резюмировать. Помните, вы спросили, вот, тема веса большая, на чем мы сфокусируемся? Вот на этом, на том, что для человека худеющего это все имеет определенный смысл и определенную цель. Иногда это выходит из-под контроля, и человеку нужна помощь, да, в виде медикаментозной какой-то помощи, в виде врачей. Вот у меня зрел вопрос как раз про то, как происходит вот этот выход из-под контроля, то есть, ну, вы в начале программы сказали, сознательно или бессознательно, там, девочка, девушка перестает есть. У нее же, наверное, есть в начале какой-то критерий, которого она хотела бы достичь. Ну, как я понимаю, происходит таким образом, что достигая этого критерия остановка снижения веса не происходит, а и дальше это продолжается, и это уже переходит в такие болезненные формы. Как вот психологи, психиатры, они как-то обнаружили вот этот механизм? Каковы критерии? Не критерии, как теряется контроль. То есть, почему нельзя сказать в какой-то момент стоп, что-то же в психике происходит. Я полагаю, что, ну, насколько я понял ваш вопрос, мы сейчас все-таки в некоторой абстракции находимся, да, контроль теряется в тот момент, когда человек думает, что он контролирует себя в полной мере. Это касается не только веса, это касается многих вещей. То есть, думать о том, что я способен контролировать свое собственное тело, сновидеть, ну, когда я буду засыпать или просыпаться, ощущения в собственном теле. То есть, как алкоголики говорят, я в любой момент могу бросить пить, и все будет у меня нормально. Ну... Такое сравнение. Ну... Чаще всего просто... Да, да, одно из, да, может быть, сравнений. Но вот идея о том, что... Идея вот такой избыточной рациональности, так я назову, идея самонадеянной рациональности, что я способен контролировать, она изначально ошибочна. Это первое. Второе, что я еще хотел, безусловно, сказать, это о мощных культурных факторах, которые везде вокруг, вы частично об этом сказали, когда говорили о модельном бизнесе, о каких-то истории, какие-то истории вы знаете, но тема походов в спортзал, поддержание подтянутой формы этих рекламных билбордов, газет, журналов. Ну, куда ни загляни, культ подтянутого тела, кубиков, веса невысокого. Ну, также культ и правильного питания. ЗОЖ сейчас как-то все больше представлены в рекламе, мне кажется. Вот. У нас не так много времени до конца программы. Да, я на этом закончу. Безусловно, раз мы это самим себе, как люди транслируем, у этого есть какая-то продуктивная сторона, ну, поддерживать себя в здоровом каком-то теле, да. Но здесь есть, как и в любых других вопросах, перекосы. И те самые девушки, просто я, говоря сегодня, вспоминал историю, они пытаются быть похожими на своих мам, на своих, там, теть, да, на своих сверстниц. Вот. И это тоже момент не стоит упускать из вида. Вот. Я так хотел сказать. Буквально последние секунды нашей программы, может быть, какую-то короткую ниточку таким с вопросом или с темой, которую мы перекинем на следующую программу. Мне бы хотелось поговорить, продолжить этот разговор. О чем мы можем в следующей программе поговорить? Ну, может быть, о каком-то самоощущении, или может быть, о том, как люди, если они нас сегодня послушали, им было интересно, как они этим распоряжаются, своими достижениями, своим телом. Может быть, у кого-то есть хорошие, поучительные истории. Вот, может быть, так. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Спасибо Екатерине за звонок, за включенность в нашу тему, в наш разговор. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова